Людмила Петровна Каютина сегодня с нами в библиотеке, и мы ее попросим поделиться воспоминаниями о тех днях, о тех годах, которые легли на душу, которые она вспоминает как живых свидетелей тех грозных и суровых лет. Вот с чего вы могли начать свой рассказ? Ну, наверное, сколько лет вам было, да? Где в это время была? Несмотря на то, что это было очень-очень давно, когда мне было 2, 3, 4, 5 лет, вот в эти годы как раз все-все вспоминается наше, потому что вот, во-первых, у нас такая жизнь была добрая, хорошая, и вот когда началась война, мы настолько вот друг друга уважали, любили, и не могли друг без друга никто, и дети были такие хорошие. Но горе такое было, что не есть, не пить, ничего не было. Бомбили без конца. Жила я около железной дороги, мама тоже на железной дороге работала. Брата за руку берешь, и вот вокруг дома там гуляешь или что-то. Как бомбить начинает, мы все под кровать прятались, мы все боялись, но мы все дружно были. И вот когда бомбили или что-то, мы думали, господи, только бы все прошло, и нас бы не задело. И однажды упала бомба около дома. Мы так испугались, но она не взорвалась. И быстро, кто, как это называют? В рубашке родились, да? Я считаю, что я в рубашке родилась. Вот солдаты тут же ее разминировали, быстро-быстро разминировали. Мы остались с братом живы, а упала она около дома. А вам сколько лет было? Где-то три или четыре года. А брат старше вас? А брат младше. То есть вы еще и за братом? Еще и за братом. Но мы все время за руку с ним ходили. А рядом железная дорога была, проезжали солдатские эшелоны. И так как у нас был госпиталь военный, привозили раненых. Привозили раненых в этот госпиталь. А мы стояли на железной дороге, стояли, вот ходили. Там у нас бокаус такой был, где продукты все привозили. И мы всегда стояли там. А солдаты нам или хлебушка, или шхарку даст. А мы поможем разгрузить чего-то. Где-то иногда что-то нас попросят отнести. Мы старались это сделать. Нам за это кусочек хлеба. Мы такие счастливые были. И мы дети от трех до семи, до восьми лет. Вот такие маленькие все были. Мы чем-нибудь помогали, чтобы перенести, отнести. А нам за это что-нибудь, ну кусочек хлеба дадали. А чем питались вот в те годы, помните? Наверное, везде не было. Трудно сказать. Хлебушка давали, маленькие кусочки. Мама всегда приносила хлеб и нам делила. А потом вот, когда я уже взрослой стал, я думаю, как же так она принесет этот кусок хлеба? Мы его съели. А что же она-то ела? Мы думали, что она ела. Потому что папу взяли на войну в сорок первом году. Она осталась с ними. Она на железной дороге работала. Как бомбить начинают, она кричит, дежурный, отпусти меня, у меня дети дома. Он говорит, отдай ключи соседям и на пост. Не имела права бросать все. Потому что эшелон на проходе. А вот вы как с братом? Вас мама оставляла дома, да? Оставляла, забирала. А вы чем занимались? Играли, сидели дома, что-то там закрытое сидели, да. И вот с вами было несколько грамм хлебушка, да? Вот кусочек хлеба, если принесет, то все время искали, чего поесть. А не ходили, вот я знаю практика, собирать ягоды, грибы, выживали? Ну, ягоды, грибы мы не собирали. У нас маленький огородик был. И немножко мы там подсаживали картошечку или чего-то. Ну, так вот небольшой огородик. Ну, где-то там чего-то такое вырастили, лук или что-то. Война закончилась, вам было уже в 1939 году. Я уже в первый класс пошли, да? Вы пошли в первый класс. В первый класс. Да. Ну, все равно приходилось вспоминать, да? Ведь это же такие педагоги, от которых не избавиться. Конечно, вспоминали. Было еще очень даже тяжело. Было очень тяжело, потому что после войны папа погиб, мама осталась одна, и мы не знали, что делать. А мама все время плакала. Все ждала, когда письмо придет. А письма все не было и не было. Ну, так и нет. Прислали, пропал без вести. И на этом вот все. Ну, я знаю, потом ваша биография сложилась успешно. А потом у меня получилось так, что я всю жизнь мечтала быть воспитателем детского сада. Я всю жизнь мечтала. И после вот того, как я закончила детский класс, я все-таки стала воспитателем. 25 лет я отработала с детьми. Люблю их невозможно. Это здесь в Балашихе. А ваше военное детство пришлось? На Вариквизуево. Я родилась там. А когда я закончила педучилище, я уехала по направлению. Два года раньше мы же отрабатывали. Я на два года уезжала на работу. Лена Петровна, ну и ваше просто пожелание нынешнему поколению. Очень хочется, чтобы люди были добрыми всегда, чтобы войны никогда не было. И чтобы каждый помогал друг другу, как мы во время войны. Мы все что хотим. Надеемся, что в нашей жизни все-таки будет прекрасной и замечательной. Я думаю, что наши дети будут хорошо. Благодаря нашим ветеранам, участникам войны, которые подарили нам эту счастливую жизнь, яркое солнце и чистое небо. Спасибо вам.